На этом уроке мы проведем грамматический разбор седьмого аэта. Последует за ней следующее, то есть сотрясающееся с последующей, за ним следующее, то есть второй трубный глаз, который последует за первым. Итак, татбава это фиалун мудариун, глагол настоящее будущего времени, марфуун, поставлен в состояние раф, в изъявительное наклонение, почему ли таджарудихим на насубе вальджазим, так как он свободен от аминов, от факторов насуба и джазма. В алямут рафи признак состояния рафа в этом глаголе, аддамута захирату аля ахрихи, явная дама на его конце. Альхау это дамир мутасалун слитное месумение, которое возвращается к слову Арраджафа. Мабни аля сукунин с неизменяемым окончанием сукуном на конце. Фи махали на спинномесе паджа на спинитину паджа мафулин бихи, прямое дополнение глагола татбава. Как мы видим на этом примере, иногда мафулин бихи, прямое дополнение может находиться перед своим фаалем, действующим лицом. Здесь у нас мафулин бихи альха находится между глаголом и его фаалем, аррадифа. Аррадифа это фааль, фааль глагола татбава. Марфулин бихи альха поставлен глаголом состояния рафа в именительной падежи. У аля мутарафа и признак состояния рафа в этом имени. Это аддамута захирату аля ахрихи, явная дама на его конце. Вальфиулин бихи альха глагола татбава вместе со своим фаалем, с именем аррадифа, все это джумлетун фаалетун. Глагольное предложение. Фима хали на спинном месте падежа, на свинительном падежа. Халь является халь, то есть обстоятельством образа действия. Халун мин аррадифа, является халь от слова аррадифа, то есть тот день, когда сотрясется сотрясающийся, то есть первый трубный глаз, с последующей, за ней следующий, то есть вторым трубным глазом. Перейдем к разбору следующего, восьмого аета. Некоторые сердца в тот день трепещущие, то есть от страха. А если точнее, то трепещущие сердца в тот день взор их смиренную. Полный перевод мы проведем в разборе девятого аета, так как эти два аета взаимосвязаны и составляют одно целое, одно предложение. Итак, кулубный это муптада, подлежащее именному предложению. Морфуан белептидая поставлен в состояние норов, где амином, фактором, поставившим его в состояние норов, является алиптида, то есть смысловый фактор. Явума иден это, явума это у нас зарфа заманен обстоятельств времени. Муталлук би ваджифа состоит в смысловой связке со словом ваджифа. Явума мансубан поставлен в состояние звенительной падежи. Муталлук би ваджифа здесь, это альфата тузахирату аля ахири, явная фатха на его конце. Явума это муталф, первая часть изофятной связки. Идз это муталфу на илейх, вторая часть изофятной связки. Мобнио аля сукони, с неизменяемым кончайным суконом на конце. Ва инна ма хурри кабель касри, но ино его окончание, то есть буква даль, здесь огласовали касрой. Почему? Тахаллусан ми нилтақа сакирин во избежание встречи двух сукона, то есть сукона буквы Идаль и сукона Аттануина. Почему? Лиан Аттануина фил хақиқати, так как тануин на самом деле это нунун сакиритун тал хақу ахиралисме. Это суконированный нун, суконированный нун, который присоединяется на конце имени. Дальше, ваидз это муталф. Идз является муталфом, первой частью изофятной связки. Вааль муталфу на илейхе, вторая часть изофятной связки, это махзуфан удалена. То есть вместо удаленного муталфа, муталф илейхе, здесь на конце слова добавили тануин, так называемый тануин уль айвалы, то есть тануин замещение, то есть тануин замещающий муталф илейхе. Вааль муталфу основу у нас было яума идзин ай, яума тарджуфар раджуфату татбахар раджуфа, в тот день, то есть в тот день, когда сотрясется, сотрясающийся и так далее. Вааль муталфу это наат ли кулюбан, наат, цифра, описание, определение слова кулюбан. У нааталмарфу и марфуан митслю, определение поставлено со стайнеров именительной падежи имени, так же как и оно будет со стайнеров именительной падежи. Вааль муталфу и признак падежи раф здесь это аддамут аззахрату аля ахири хьяуны дамы на его конце. Рассказуемым подлежащим кулюбан является предложение абусарха ха шаатун, о котором мы, иншал, поговорим на следующем уроке. Аллаху алям.